всем привет дорогие друзья с вами крымский влог и я артем лавриненко а это наша очередная прогулка по крыму и сегодня мы с вами приехали в поселок малореченская который находится на южном берегу где конечно же посетим его достопримечательности сходим с вами храм святого николая чудотворца он же храм маяк обязательно спустимся к пляжам сходим к сырной скале я там еще ни разу не был и обязательно поедем на самый полноводный водопад в крыму который называется джурджур в общем как всегда будет интересно и полезно но пока не началось это видео друзья обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк и напишите свой самый пламенный комментарий а также переходите в телеграм-канал потому что там все самое интересное про наш любимый крым и город герой севастополь ну что ж друзья приятной нам прогулки начиная начинается наша прогулка друзья и начинаем ее сегодня с храма святителя николая огромный храм который стоит на мысе прям над поселком малореченская посмотрите какой вид отсюда открывается шикарный на весь поселок на горы и на тучи пойдем потихоньку вниз пойдем на его территорию как вы знаете в крыму сейчас не совсем хорошая погода в севастополе в судаке в евпатории в ялте там целый день идут в дожди поэтому я сегодня выбрал эту территорию посмотрел специально чтобы было солнечно и ясно ну и конечно же вокруг малореченского есть что посмотреть я давно хотел это посмотреть и поэтому сегодня мы с вами здесь ну и начинаем на нашу сегодняшнюю прогулку с этого прекрасного храма я уже как-то показывал его в своем ролике но достаточно бегло вечером тогда не успел ни на экскурсию попасть в музей не зайти в сам храм давайте начнем с истории дело в том что в начале нынешнего века академик художник анатолий гадемаки создал проект этого сооружения которое сейчас выполняет одновременно три функции он указывает мореходам безопасный водный путь является религиозным памятником часовней погибших на водах и экспозиции рассказывающий крымчанам и приезжим обо всех известнейших морских катастрофах начали его строить еще в 2006 году полностью реализовали задумку в 2007 году благодаря автору его высота достигает 54 метра а в колокольне располагается еще и прожектор следовательно данное чудо света просматривается с моря за много километров несмотря на свою молодость малореченский храм святого николая чудотворца уже оброс некоторыми мифами местные считают что в абсолютно пустом молельном зале прихожане могут слышать голос святителя которому посвящена церковь не знаю насколько нам это удастся сделать если мы туда зайдем то обязательно конечно же сейчас услышим храм насколько я видел в путеводителях открыт постоянно работает ежедневно поэтому туристам очень-очень удобно да написано вход здесь и конечно же он открыт кем он любил а кто Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К сожалению, я не могу отойти так, чтобы их было видно, но вот он, вот он, вот он, вот он, металлический парусник. В соответствующей тематике посвящены даже изображения на витражах. И, конечно же, самый главный витраж, на котором изображен Николай Чудотворец. Ну, здесь помимо того, что Богородица еще изображена, видите, прямо с двух сторон. С одной стороны Богородица с Иисусом Христом маленьким, а с другой стороны, конечно же, Николай Чудотворец. Короче, красота, друзья, на самом деле, архитектурного проекта зашкаливает. Иногда с дороги проезжаешь и не отдаешь ему... Не отдаешь такой важности, но на самом деле, когда сюда подъезжаешь ниже, то понимаешь, насколько это красивое и сложное по-архитектурному место. Так, мы сейчас спускаемся с вами к музею Катастроф. Он находится здесь, находится прямо под храмом. Здесь стоит указатель. Музей Катастроф, Керчь. Вот он здесь. Так что вы понимали, храм. А снизу находится музей. Сейчас зайдем в музей. Посмотрим, что там можно посмотреть. Мы внутри. Немного прервался на покупку билета. Стоимость билета для взрослого 250 рублей. Детский 100 рублей. А также можно отдельно выйти на смотровую площадку. Здесь сразу можно погулять. Немножечко осмотреться перед тем, как выйти в залы. Здесь тоже есть интересные вещи. Ну и пойдем вовнутрь, посмотрим экспозицию. Начало экспозиции здесь. Честно говоря, я даже не рассчитывал, что под храмом такой прям огромный цокольный этаж. В котором столько помещений. Вы просто посмотрите. Мы идем по центральной части. Карта затонувших судов Черного моря. Посмотрите, сколько их, друзья. Сейчас я выключу шаг. Форматная съемка. Посмотрите, сколько кораблей затонуло. Затонуло. Может кто служил. Кто-то свой корабль найдет. Здесь, видимо, карта, мировая карта, где какие-то более громкие корабли затонули. Вот, допустим, здесь есть Титаник. Видите, прямо посерединке Атлантического океана. Лодка Курск. Вот она прямо наверху. Здесь есть, кстати, услуга экскурсовода. Я думаю, с экскурсоводом будет намного интереснее. Видим, что здесь можно пойти налево и пойти направо. Здесь, кстати, есть карта музея. Здесь фильм идет про подводную лодку Курск. Несмотря на серьезные ранения, капитан знает, что единственная возможность спасти корабль как можно скорее вскрыть на поверхность. Он приказывает команде выполнять аварийный выброс. Аварийный выброс. Но ответить некому. В 7.45 утра, понедельник 21 августа, через 9 минуту, за готовление, водолазы, наконец, махер открыть сайт, спасательная еда Курск. Вот подводная лодка Курск. Российский атомный подводный крейсер проект 949А «Антей». К-141 «Курск». Принят на эксплуатацию 30 декабря 1994 года. Принят на эксплуатацию 30 декабря 1994 года. Пойдем дальше, друзья. Подводная лодка К-278 «Комсомолец». Атомная подводная лодка 3-го поколения проект 685 «Комсомолец». Здесь экспозиция посвящена ей. Я разрушила жилые помещения команды. Тарак взорвалась прямо под бассейн. Мы уже очень близко вспомогать этого корпуса. Время из них не было никаких шансов ухажить. Третья топлива попала машину летимнее разрывала борт корабля на белью. За несколько секунд все на нижних полубах погибли. Третья топлива попала машину летимнее разрывала борт корабля на берег. Друзья, на самом деле очень страшный музей, и здесь, на самом деле, атмосфера такая очень угнетающая. Слышу, слышу все эти крики, ретрансляции, только что видели, как супруга одного из матросов читала записку своего мужа с подводной лодки Курск, не знаю, все это, конечно, угнетает очень сильно. Все это, естественно, жизни людей, чье-то горе, а здесь просто комната за комнатой. Катастрофа подводной лодки Тихиоклянского флота С-178. И так в каждой комнате. Тоже вид фильм. На самом деле, видите, здесь все сделано так, чтобы ты максимально ощутил себя, ну, либо в подводной лодке, либо где-то в трюмах корабля. Все, я иду на выход, потому что я уже не могу здесь находиться, друзья. А нет, 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 я вам сейчас покажу еще один интересный момент. Корабль Титаник. Здесь огромная экспозиция, которая посвящена Титанику. С противоположной стороны Курска здесь история Титаника. И, конечно же, демонстрируется документальный фильм. Ну, и здесь также, видите, куча всяких экспонатов, которые были подняты со дна моря благодаря археологам. Ну, и, конечно же, друзья, идем на смотровую. Смотровая тоже стоит денег. Взрослый 50 рублей, детский 25. Но, если ты идешь в музей, то сюда пускают бесплатно. А смотровая, кстати, очень шикарная. Я, на самом деле, здесь уже не первый раз, поэтому я ее прекрасно помню. Здесь, во-первых, вот такая вот иментация шикарного корабля со штурвалом. Пушки стоят. Поэтому здесь можно сделать, конечно же, просто фантастические фотографии. Так, выходишь. Нос корабля. Над обрывом. И вид, конечно же, на Крымские горы, на Малореченское, на Солнечногорское. И на горизонте, конечно же, виднеется гора Аюдак. Она же Медведь-гора. Ну, и вот такой корабль надо мной. Кораблик. А за ним прекрасный храм. Вот отсюда он прям вообще шикарно выглядит во второй половине. Немножко недоумения, друзья. Сейчас спускаюсь к набережной Малореченском. Иду по одной из центральных улиц. Их здесь немного возле берега. И вот с одной стороны частный сектор, а с другой стороны просто гаражный кооператив. Вот море виднеется уже в конце улицы. И с правой стороны огромный гаражный кооператив. Я не знаю, может, конечно, за этими воротами скрываются какие-то дорогие апартаменты. Но, по-моему, это прям реально гаражи. А земля, как вы понимаете, здесь, естественно, на вес золота. Ну, не знаю. Удивительно, что никто не выкупил эту землю и не построил там какие-то апартаменты, какой-то отель огромный. Ну что, мы на набережной Малореченского, друзья. Я здесь не был, наверное, уже лет 15 точно. Нет, ну, 13, наверное, лет. Я последний раз работал торговым представителем в Симферополе. И работал по этой территории. Приезжал сюда каждую неделю. И тогда набережной это и не было. Выглядела она совсем иначе. На горизонте находится храм Николая Чудотворца. Храм-маяк, которому мы с вами только что были. Ну и, конечно же, вот он, тот самый пляж. Как видите, люди не купаются. Хотя все, в Симферополе еще полным ходом все купаются. Здесь на берегу находятся только рыбаки и голуби. Больше никого здесь нет. Причем рыбаков, смотрите, сколько очень много. Не знаю, видимо, что-то пошло. Какая-то рыбка интересная, что рыбачки на вечер повыходили. Ну, идем дальше по набережной. Мы с вами идем до Сырной скалы. Я уже говорил вам об этом. Мы двигаемся туда. Сейчас проходим вот этот привлекательный центр Кураж. Ну, и я вспоминаю, что на самом деле он тогда уже был. В 2011 году, в 2012 он тогда достаточно плотненько работал. Поэтому насчет набережной я могу ошибаться. Возможно, ее сделали гораздо раньше. Ну, а в любом случае, кто местный, кто часто отдыхает малоречником, напишите, друзья, когда здесь появилась вот эта плитка и вот эти балясины. Ну, очень похоже, что недавно. Вообще никого нет. Тишина и пустота. Вот только люди, я так понимаю, выходят из московского. Отель московский. Наверняка многие его знают, многие его слышали. Это то же отделение, что и Рига в Щелкино. Кто смотрел мой ролик, вот. Рига и московский. Это одна и та же компания. Поэтому этот отель очень хвалят. Нахваливают. Ну, вот так вот, друзья. Выглядит малореченское сегодня. Я, кстати, немножко ошибался, друзья, когда говорил, что люди не купаются. Вот здесь, прям напротив московского. Тут, наверное, единственный отдыхающий, который есть. Людей прям достаточно много купается. Видите, все в море плюхаются. Достаточно бодренько. Некоторые из них прям даже загорают. Вот так вот увеличим. И возле бассейнов полно людей. И внизу, возле моря. Короче, много людей. Ну, а я тем временем подобрался уже к сырной скале. Для того, чтобы к ней подойти, нужно пройти вот здесь по берегу. Подняться наверх. Пройти вот там, где парень идет сейчас. Спуститься вниз. И вот они, друзья. Сырные скалы. Находятся здесь. Ой, прям на солнышке. Как их замечательно видно. Пойдем поближе, посмотрим. Так, тут немножечко опасно. Происхождение их достаточно простое. Естественно, вследствие выветривания. Это когда две стихии соединяются. Вода и ветер. Получаются вот такие вот скалы. Хотя такая скала в Крыму в своем роде единственная. Больше таких нет. Больше такого не произошло. Если не ошибаюсь, в 60-х годах это место стало чуть ли не заповедником. Которое охраняется, конечно же, законом и государством. Отдыхать здесь, конечно же, можно. Подходить можно. Но не разрешается разводить костры, ставить палатки. Оставлять мусор, естественно. Здесь также в конце находится грот. Огромный грот, в который мы сейчас с вами обязательно прогуляемся. Потому что водой не залило. Прям огромный широченный грот, посмотрите. Ну и Сырная скала Во всей своей красоте. Так. Сейчас я постараюсь Аккуратненько Спуститься вниз Так, чтобы не шлепнуться. Так. Сейчас я, друзья, вас Оставлю. Вот мы и попали В огромный каменный гроз О, здесь прям запах Запах водорослей Посмотрите, какая красота Какое отслаивание породы Вот так это все выглядит, если повернуться назад Может на видео показаться достаточно узко, но здесь На самом деле очень-очень комфортно Вот так сделаю камеру Вот так будет понятней Скала Скала Сверхная Ну и пойдем вниз Здесь, кстати, будут замечательные фотографии, если сюда зайдете Будет очень красиво Ну и если придете сюда отдыхать Ну и если придете сюда отдыхать, конечно, не очень удобно будет Здесь особо не позагораешь, если только в первой половинке дня Может быть такая возможность Так, ну и хотелось бы залезть сюда Как понимаете, туда мне мешает залезть вот эта волна С приливом, который постоянно сюда приходит Хотя если за что-то зацепиться, можно постараться Смог я залезть, друзья, на противоположный камень Хотя стоило мне это порванных джинсов Чуть не рассчитал я Но, конечно же, все ради красоты Посмотрите, как это красиво Кстати, официальное название имеет тюркское происхождение И называется Тузлух Что в переводе означает Солонка Не знаю, почему такая отсылка Видимо, из-за того, что много дырочек И, естественно, они как бы отсылают нас к Солонке В которой тоже много дырочек И через которую просыпается соль В любом случае, оба названия связаны с кухней Связаны с продуктами Сырная, скала и Тузлух Да как бы она ни называлась Красоты И своей оригинальности И идентичности Она, конечно же, никогда не представляет Это очень красиво, друзья Всем желаю сюда приехать обязательно Все координаты, конечно же, оставлю В группе ВКонтакте и в Телеграме Поэтому обязательно подписывайтесь Ну а мы прощаемся с вами с сырной скалой И отправляемся дальше Мы с вами едем в поселок Солнечногорска Потом Генеральская И, конечно же, на водопад Джорджор Отдельная часть экскурсии на Джорджор Это, конечно же, поездка туда На вот таком прекрасном автомобиле Отечественном УАЗ По супер ровным дорогам Кстати, если будете заезжать через Солнечногорска Поворотно-Генеральская Там стоят люди, которые говорят Вы не проедете туда на своем автомобиле Генеральская Не верьте Дорога, в принципе, нормальная Идет пюмон дороги Но проехать, в принципе, можно На автомобиле седан Я сюда свободно доехал И виды отсюда открываются Кстати, попали немножко в тучу Пришла с туча В сбор И спрятала солнышко Но я не думаю, что от этого Водопад Джорджор будет Менее красивый А что будет? А кто дорогу сделает А там делают дорогу Прямо к водопаду? Водопаду прям не делать Не буду делать До тропы До пешехода А Делают дорогу До тропы И оттуда А сколько там идти пешком? А там По ступенькам Около километра будет подниматься Ага То есть такая эко-тропа будет, да? Ну, а на тропа и была Просто на тропе поставили ступеньки Ага А я думаю, что все равно Отдельная часть людей Все равно будет 0 за уазиком Да, кто знает это Но Сейчас-то тоже, в принципе, людям Ничего не мешает ходить пешком Ага Друзья, это что за автомобиль? Я не знаю, как эти советские машины Просто выдерживают такое напряжение Потому что мы спускались Просто по диким скалам Аппарат Просто машина-выручалка Ну что, идем вниз Уже слышно, как журчит вода Как вы понимаете Красоты Крыма не ограничивается морем В горах полуострова Немало, на самом деле, рек и ручьев С живописными перекатами Бодрящими ледяными ваннами И прекрасными водными исполинами Самый известный из них Это водопад Джур-Джур Истоки реки Речки Восточный Улу-Узень Находятся в ущелье Хап-Хал Который находится над водопадом И который тоже представляет собой Памятник крымской природы Оно очень каменистое дно Представляет собой Лестницу из полина Из глыб известняка И других пород Нагромождения эти И создали на реке Множество больших Маленьких падающих потоков В отличие от множества Крымских речек Улу-Узень Никогда не пересыхает Даже в самую жаркую погоду Следовательно Любоваться водопадами Тут можно круглогодично А название Джур-Джур Иногда переводят Как вечно журчащий Но на деле Название водопада Очень точно передает Его собственный голос Поскольку Улу-Узень Не иссякает Не замолкает И голос водопада Он всегда может Подсказать дорогу И дать прохладу В жаркий день За секунду Он пропускает 270 литров воды Высота падения При этом составляет 15 метров А ширина 5 метров В Крыму встречаются И более высокие водопады Например Учан-Су Но таких красивых Нет нигде И заметьте Постепенно В Крым Приходит Осень Осенняя пора Листочки Желтеют Но еще не до конца Еще рано Передавать Эту атмосферу Господи Как же Здесь Какая-то музыка Не понимают Для чего Портит На самом деле Клинирная лавка Джур-Джур И там играет музыка И она На самом деле Портит Все ощущения От водопада Смотрите Какой он красивый Огромные Струи Падают Сверху Вниз Подойдем Поближе Конечно же Полегнемся На него Снизу Я здесь Уже Третий раз И даже Попался На Ванне Молодости Которая Находится Посмотрите Какая Здесь Красота Речка Лулу-Узень И вот Здесь Вот видите Вот От этого Мостика От этого Домика Уже Непосредственно Идет Тропа Та самая Тропа Которая Сейчас Собственно Делают Дорогу О которой Рассказывал Наш Доблестный Водитель Кстати Не спросил Как его Имя Отдельно Ему Спасибо Дорога Нам сюда Обошлась 2000 рублей Две стороны В принципе Нормально Просил 2500 Но на 500 Рублей Я Договорился И он И Я думаю Друзья Здесь Уже Слышно Водопад И видно Очень Красивый Водопад Расскажите Кстати О своих Почтениях В комментариях Будет интересно Почитать Я знаю Что Многие Кто Путешествовал По Крыму Здесь Конечно Были Я Кстати Даже Здесь Купался Внизу Хоть Это И не Разрешается Но Я знаю Что Многие Люди Любят Это Делать Так Ну что Предлагаю Немножечко Пройтись По Тропе Туда Вглубь К домику Посмотреть Там И Потом Еще Немножко Прокатиться По Каскадам Большой Участок Эко Тропы Шикарный мостик Друзья С этим домиком Просто дополняют Друг друга Я думаю Что через пару недель Когда Вся Вот эта Зелень Станет Желтой Оранжевой Обретет Все цвета Осень И здесь Будет Просто Неимоверная Красота Будет Просто Роскошь Осення Посмотрите Прекрасная Речка Улу Узень Еще Чуть И превратится Просто В осеннюю Сказку А вот так С этой стороны Выглядит Водопад Отдельный вид Наслаждения Отсмотреть На водопад С этой Точки Кстати Если кто Поднимется Наверх Вот здесь То дойдет До первого Каскадика Прекрасное Дерево С корневой Системой Посмотрите Которая Поросла Таким Мхом Здесь Здесь Кстати На ступенечках Уже Упали Первые Осенние Листочки Первая Осенняя Желтизна Я надеюсь Что тропу Чуть-чуть Подремонтируют Потому что Она уже Со временем Видно Что Некоторые Ступеньки Прогнили Дерево Все-таки Не вечная И вот так Она пошла Дальше 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 Люди Удаляются Идем На каскады Друзья А как зовут Вас? Анатолий Скажите Еще раз Как первая Ванна Называется? Главное Снятие Грехов Долгов Кредитов Вот Так что Если у кого-то Есть проблемы Приезжайте В Генеральское Ищите Анатолия Он вас Привозит К вами Ныряете И все Долги Кредиты Самое главное Уходят Только на ура Коллекторы Перестают Звонить Письма Перестают Приходить И жизнь Налаживается Только я Обычно Зачем их Смывать Потом Обратно Набираться Потом опять Приехал Вот оно Да Я понял Вот оно Вот это Прекрасное Место Первый Каскадик Вот Прямо Туда Заходите Друзья И смывайте Обычно Заходят Наконец Нужается Вода Подверсти Ага И все И все Смывает Ага Ванна любви Да Пойдем На дереве Прибит Прекрасный Указатель С надписью Любви Поэтому Кому Любви Идем Сюда Идем Налево Ух ты Посмотрите Какая Красота А какие Корни У деревьев Друзья Обратите Внимание Я не знаю Я всегда Максимально Тащусь Вот от Этих Видов Просто Как из Какого-то Фильма Я не знаю Про лес Что-то Типа Из Сказки Ой Какой Красавчик Ванна Любви Но Странно Кстати Мне кажется Любовь Немножечко Дальше Здесь Тоже Видите Достаточно Большая Ванна И можно Зайти Прям Под Этот Каскад Прям Под Этот Водопад И Там Искупаться А все-таки Чаша Любви Находится Немножечко Выше Потому что Я там Окунался Вот такая Природная Красота Послушайте Немножко Шум Воды Поднялся Немножко Выше Здесь Прям Водозабор Такой Мы Когда Сюда Ехали На Оазик Анатолий Рассказывал То Что Рядом Была Деревня И Так Как Речка Полноводная Круглый год То И Воду Отсюда Собственно Брали На Поли Здесь Стоял Стоял Водозабор Перекрывался Делалось Искусственно Такое Небольшое Водохранилище И Воду Отсюда Брали Собственно Для нужд Деревни И Вот Немножко Выше Этого Водозабора Здесь Этот Следующий Каскад А Все Я понял Нижняя Любви А здесь Вот стоит Табличка Здоровье Все Я понял Значит Я В Чашу Здоровья Ну Я Думал Любви Да Все Извините Меня Все Стотаки Сильно Не осуждайте Вот здесь Видите Небольшая Ванна На самом деле Выглядит Как Очень Небольшая Но я туда Прыгал Я постараюсь На эти Видео Вставить Здесь Параллельно Я туда Уходил Просто В полный Рост Вода Уложена Ну Прям Максимально Холодная И холодная Здесь Круглый Год Вот так Друзья Ну Что Все Цели На сегодня Достигнуты Не буду Затягивать Хотел бы Сказать Несколько Слов Во-первых Прогулка Шикарная Я считаю Максимально Удалась В эту Непогоду Крымскую Когда Везде Непогода Я считаю Выправ Замечательный Маршрут Вам показал Порадовал Вас Надеюсь Не забывайте Оставлять Свои пламенные Комментарии Погулял От души Лишился Штанок Порвал На очень Интересном Месте Надеюсь Вам Видно Прямо Под ширинкой Вставал Вот так На сырную Скалу И просто Растянул И порвал Но надо было Залазить Потому что Шла волна Все Плюс ко всему Друзья Я еще Хотел Выразить Огромную Благодарность Людям Вконтакте 7 Донов Где-то люди Которые Регулярно На регулярной Основе Помогают Каналу 100 или 200 Рублей Все по-разному Платят Но тем не менее 7 человек Просто От души Делают Такую приятность И мне на самом деле Приятность Хотя Я не делаю Никакого Эксклюзивного Контента Для донов Я считаю Что мой контент Должен быть Доступен Для всем А вот такие Пожертвования В виде донатов Это конечно же Каждый делает От себя От души Каждый Кто хочет Помочь Поэтому Людям Которые Помогают Я выражаю Просто Огромнейшую Благодарность Друзья Мне на самом деле Очень приятно Ну и всем тем Кто просто Донатит Закидывает На карты Которые находятся В описании Друзья Огромное Вам спасибо Честно От души Иногда Прям очень Очень Нужно Кстати В ютубе Тоже у меня появилась Кнопка спонсорства Поэтому можете Помочь Кто находится За границей Нажимайте Помогайте Все легально Все На этом прекрасном Моменте Я вас нежно Обнимаю до хруста Надеюсь Оцените эту Прогулку Большим Жирным Лайком Своим Все Много наговорил До новых встреч Друзья До встречи В новых Виде Всем пока